Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Продолжаем рубрику «Гениальные шашечные комбинации всех времен и народов». И сегодня мы, друзья, рассмотрим 4 классные комбинации. Первая комбинация от чемпиона мира Сергея Белошейова. CB4-FG5, GF4-DC5. Бой, бой на Ц5. Возникает дебют «Отказанный косяк». Белые обычно здесь играют либо БЦ3, либо ДЦ3. Рассмотрим ход БЦ3. GF6. И белые приступают к атаке правого фланга черных. CB4. Черным надо меняться ходом CD4 и бить на поле Д4. Ну и здесь, естественно, нельзя за белых играть Fe5. Из-за простенького удара. То есть черные отдают одну шашку, затем бьют на поле А5. И затем забирают шашку G7 и остаются с лишней шашкой. Естественно, так играть нельзя. Поэтому здесь есть два хода. Либо ДЦ3 с интересной игрой. Либо можно сыграть, допустим, АБ2. Хочу обратить ваше внимание, что ДЕ3 также нельзя играть. Для новичков скажу. Потому что черные сыграют с АБ6. И вот после такого размена временно пожертвуют одну шашку и нападут сразу же на две. Спасения у белых тут нет. Поэтому, друзья, будьте внимательны. В этой позиции играем АБ2. Сильнейшее продолжение. Черные бьют. Белые бьют на Ф4. Ну и здесь лучше всего играть АБ6. А вот ход ФЖ5, как было в партии Нарвайшас у Утма, это уже плохо. Белые размениваются ходом ЕД2. И видите, шашка Д4 черных под угрозой окружения. Далее в партии было ФЕ7, СД2. ЕД6. Черные грозят ДЦ5 сыграть. Поэтому белые играют ФЖ5 и ФЕ3. И видите, может возникнуть опасное для черных сочетание белой шашки А6 и черной шашки А8. При том, что на Ф8 у черных шашки нет. Здесь еще есть спасение после хода АБ6. Например, далее возможно ЖА6. ДЕ5, АЖ3, БА5. Надо играть БЦ5. И здесь черных спасает тактика. То есть делаем неожиданный ход БА7. И видите, белым нельзя нападать. СД6 из-за простенькой комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти удар за черных. То есть играем СБ6, отдаем одну шашку. Затем АЖ7. Затем БЦ5. И черные легко побеждают. Естественно, белые это видят. Ну и здесь белые могут сыграть, допустим, ЖА4. Тогда черные играют ЕФ4. Ну и после БЦ3 черные проводят вот такой размен. АБ4, СБ6, бой-бой. И возникает равное окончание. Ну а в партии Нарвайша с Уутма черные ошиблись и сыграли ДЕ5 в этой позиции. А было АБ6, а они сыграли ДЕ5. И здесь уже спасения нет. Например, АЖ3, АБ6, БЦ3, БА5, ДЕ3. Белые грозят выиграть шашку черных ходом ЕД4. Поэтому черные жертвуют сами ходом ЕД4. Ну и кажется, что шансы на ничью есть. Но белые выигрывают ходом ЕФ6. Затем проводят шашку Ж5 в дамке. И должны постепенно выиграть. Как и было в партии Нарвайша с Уутма. А теперь, друзья, рассмотрим комбинацию при правильной игре черных. То есть черные все-таки в этой позиции должны играть АБ6, а не ФЖ5. Наиболее правильный ход. Ну и белые играют БА5. Тогда черные размениваются ходом ФЕ5. И бьют потом на поле Б6. Белые играют АЖ3. Черные играют АЖ5. И здесь можете поставить видео на паузу. Попытаться найти лучший план игры за белых. Оцените последствия. Есть жертва. Кажется, что перспективная. И белые проводят вот такую жертву. Ходом ЖФ4. Черным надо бить на поле Е3. Белые пожертвовали одну шашку и нападают сразу же на две. То есть после хода ЕФ4 белые нападут ходом ДЦ3. И здесь спасения уже у черных не будет. Но на самом деле здесь, в этой позиции, выигрывают черные. Разверну, чтобы было более понятно. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти комбинацию за черных. Комбинация называется «Контур-удар» или в простонародье именуется «Присоска». Именно ее обнаружил в своем анализе неоднократный чемпион мира из города Евпатория Сергей Белошиев. Черные играют неожиданно ДЦ3. И у белых есть четыре возможности для боя. Но все они проигрывают. То есть если бить сюда, тогда мы просто прорываемся в дамки. Если бить сюда, тогда бьем на поле Е1. То есть так бить бесполезно. Если белые бьют на поле Б4, тогда играем Б5. Затем бьем на поле А1 и также белые проигрывают. Ну и последний вариант. Если белые бьют на поле Ф6, тогда черные скромно играют ФЖ7. Ну и куда белые не бьют, без разницы, черные прорываются в дамки и празднуют победу. Вот такая красивая комбинация. Вторая комбинация из партии Ткаченко-Гонопольский, сыгранной в 1980 году. У черных, конечно, ослаблены дамочные поля Д8-Х8. Но при ходе белых не видно, как до них добраться и провести комбинацию. Есть тоже решетчатость, да. Вот если бы шашки Б6 не было, тогда мы бы смогли провести комбинацию. А здесь есть шашка Б6. Но тем не менее, белые могут провести красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют ДЦ5 и жертвуют две шашки. Затем игра ДЦ3. То есть, видите, друзья, мы удалили важную шашку, связывающую Б6. Ну и здесь уже все более-менее очевидно становится. После того, как черные бьют на поле Ц3, отдаем еще одну шашку. Затем еще одну. Затем играем ЖФ4. Ну и полностью разбиваем позицию в черную. Вот такой красивый выигрыш. Следующая комбинация из партии знаменитого тульского гроссмейстера Валентина Абаулина. Против шашиста по фамилии Мукамолов. Партия сыграна в 1962 году. ЖФ4, ФЕ5. Ну и здесь, конечно, лучше всего играть АЖ3. Сводить к дебюту игра Каулина. Но белые отклоняются от известных продолжений. И играют ФЖ3. Черная игра ЖФ6. И белые размениваются назад. В этой позиции наиболее сильнейшее продолжение АЖ5. Чтобы грозить разменяться ходом ЖФ4. И ослабить правый фланг белых. Но черная игра ДЕ5. Тогда белые размениваются ходом ЕФ4. Ну и позиция более-менее становится равной. Черная игра от БА5. Пытаются как-то охватывать центр белых. Белые играют в центр. Черная игра от СД4. Белая игра от СД4. СБ6, БЦ3, БЦ7. Обе стороны подтягивают свои силы. АБ2, АЖ7. И здесь белые делают блестящий ход на ловушку. ЖФ2. Ход кажется несуразным. То есть белые сдвигают опорную шашку ЖФ1. Получается ставят шашку на поле ХФ2. Она становится отсталой. Кажется глупый ход. Но на самом деле здесь таится тонкая ловушка. То есть нельзя меняться за черных БЦ5. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. То есть видите, друзья, у черных есть так называемая решетчатость. Кроме того, образовалась дырка на поле Б8. И, пользуясь вот этими обстоятельствами, белые проводят комбинацию. То есть сперва запускаем черных в дамки ходом СБ4. Затем ставим так называемый шлагбаум жертвой ФЕ5. Видите, теперь черным мешает своя же шашка Д4. Это называется шлагбаум. И затем проводим финальный удар. СБ2, бой. И бьем на поле Б8 с выигрышем. Такая симпатичная ловушка. Ну и наконец самое вкусное. Возможно после нападения ФЖ5. Именно так и было в партии. Игрсмейстер Абаулин провел блестящую комбинацию. Можете также поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют неожиданно СБ4. У черных есть раз, два, три, четыре варианта для взятия. Но все они проигрывают. Ну бесполезно бить таким образом. Белые просто попадут в дамки. Также бесполезно бить на поле А1. Играем просто ДЕ3 скромно. И затем прорываемся в дамки. Если черные бьют на поле Ж1. Тогда играем БЦ3. И также празднуем победу. Ну и последний вариант. Если черные бьют три шашки. Таким образом, тогда белые попадают в дамки. И снова выигрывают. Вот такая блестящая ловушка. От грсмейстера Абаулина. Последняя позиция. Фрагмент из партии Мачульский-Рахунов. Или Рахунов. Не знаю как правильно. Рахунов скорее всего, да. Шашист Мачульский. Применил против киевского гроссмейстера Михаила Рахунова. Очень красивое продолжение. Связанное с самозажимом. И красиво выиграл партию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти нестандартный план игры за белых. Делаю подсказку. План связан с самозажимом. Белые делают блестящий ход. АЖ3. У черных есть два продолжения. ФЕ5 и АБ6. После АБ6. Белые неожиданно. Проводят двойную жертву. То есть играем ФЕ5. Надо бить две шашки. И белые играют СД4. Несмотря на отсутствие двух шашек. У белых выигрыш. Черные достичь ничьей не могут. Такая блестящая жертва. Двойная. После хода ФЕ5. Белые играют АБ4. И теперь снова у черных есть два хода. После хода ЖФ6. Белые снова жертвуют время на шашку. Ходом БЦ5. Затем бьют на Д6. Черные на Е5. И скромно нападают ходом БА3. И снова у черных нет спасения. Белые выигрывают. Ну и самое интересное. Возможно при ходе АБ6. Здесь белые проводят красивую комбинацию под названием турецкий удар. То есть турецкий удар это очень коварная комбинация считается в русских шашках. Белые неожиданно играют ЕД4. Ну и как бы черные не били. В какую бы сторону. То есть можно побить таким образом. Но дамка черных должна остановиться на поле Е3. Либо бить можно вот таким образом. Но все равно черные остаются на поле Е3. И белые наносят свой финальный удар. И выигрывают эту позицию. Друзья, если вам понравилось данное видео. И вы считаете, что показанные сегодня комбинации. Красота-то какая. Лепота. То пожалуйста поставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. Если же вы считаете, что... Ты втираешь мне какую-то дичь. Тогда смело ставьте большой палец вниз. И отписывайтесь от канала. Как говорится, не поминайте лихом. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok